Встреча началась с обсуждения доклада, который по итогам большой проверки подготовила рабочая группа. Ее создали 29 мая по поручению временно исполняющего обязанности главы республики Артема Сдунова. В состав группы вошли представители администрации главы республики, министерства ЖКХ, малого бизнеса и общественников, которые комиссионно прошли по городу, окрестным территориям, объехали пригородные водоемы и зафиксировали все недостатки. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства, министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты Игорь Чадов доложил, что участниками рабочей группы осмотрено 27 общественных территорий, в том числе 5 водоемов. Большинство проблем общие для всех территорий – это неухоженные газоны, грязная или сломанная тротуарная плитка, на многих участках дорог ямы, отсутствует дорожная разметка. Много жалоб на работу города. Вот эти ветки, которые там валяются за библиотекой Пушкина, или что? Фонтанный спуск, несколько плиток вылезло, но это травма опасная же. Разруха с этого начинается. Артем Сдунов, обращаясь к главе Саранска Петру Тултаеву, отметил, что вопросы появляются к коммунальным службам и управляющим компаниям, в чьи обязанности входит текущее содержание города в надлежащем состоянии. И дал поручение привести в соответствие с регламентом состояние городского хозяйства. Нельзя допустить, чтобы столица Мордовии выглядела неопрятно. Петр Тултаев заверил, что все службы, обеспечивающие порядок в городе, активизируют свою работу. Мы ежедневно в режиме собираем и управляющие компании. Начинается раннее утро. Те территории, которые сейчас выглядел, это зона ответственности наших муниципальных предприятий. Временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов напомнил Игорю Чадову, что вопросы городского благоустройства находятся в его прямом ведении. К контролю за состоянием общественных территорий руководитель региона предложил подключиться и депутатскому корпусу. Обращаясь к председателю госсобрания республики Владимиру Чебиркину, руководитель региона отметил важность парламентского контроля. На заседании также обсудили меры предупреждения несчастных случаев на воде. С начала года в республике утонуло 8 человек. 4 из них за прошедшую пятницу и субботу. Одна из главных причин трагедии – купание в необорудованных для этого местах. Артем Сдунов в ходе общения с начальником главного управления МЧС России по Мордовии Андреем Наумовым отметил, что на учет нужно взять каждый водоем. Я вам говорил про профилактику тех, кто, собственно, устанавливает несанкционирование купания, вернее, купание в неустановленных местах. Предупреждает, пусть даже устно, сообщает вам, чтобы 60 человек имели возможность вовремя выехать туда. Сообщает в органы правопорядка об этом. Если там распитие идет спиртных напитков и рядом водоем, не мудрено, что там что-то может произойти. Артем Сдунов дал поручение – вовлечь в региональное отделение Всероссийского общества спасания на водах большее количество людей. Сейчас в рядах Восвода порядка 60 человек. Для республики этого мало. Волонтеры и общественники совместно со службами спасения и муниципальной властью должны взять все водоемы под контроль. Собирайте общественников, собирайте волонтеров, если надо, кто нужен для этого, со всех районов. Пока не поздно. Официально купальный сезон начинается 7 июня. К этому времени должны быть проведены все необходимые профилактические работы. Артем Сдунов поручил взять на учет все места купания, которыми пользуются жители республики. Важно, чтобы на этих водоемах были созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания людей. Руководитель Мордовии напомнил главам городов и районов, что каждая человеческая жизнь – зона личной ответственности руководителя муниципального образования. Вишлав Кузьменко, Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok Вишлав Кузьменко, Народные новости. Вишлав Кузьменко, Народные новости. Продолжение следует...